Добрые югорчане подготовили новогодние подарки для коренных жителей. Благотворительная акция проходит в округе уже второй год. Активисты помогают семьям, которые находятся в трудной ситуации, воспитанникам интернатов. До наступления каникул им вручат теплые вещи и сладости. О добрых делах югорчан расскажет Алексей Шабанов. В течение нескольких месяцев вортовчане собирали эти подарки. Еще до Нового года их развезут по национальным поселкам и стойбищам. Список семей, которые нуждаются в поддержке, составлен давно. Существенная часть собранного поступит воспитанникам интернатов, которым родители, постоянно живущие на стойбищах, не всегда своевременно могут приобрести одежду. Волонтеры помогают раздавать все вещи, собранные нами. В прошлом году по акции приняло помощь 49 семей. Это примерно около чуть более 200 человек. В этом году мы планируем реализацию этой акции намного больше. Народу примет участие в этой акции. В списке добрых югорчан – жители Нижневартовска и городские организации. Этот магазин – непременный участник многих благотворительных проектов. Помогать нуждающимся здесь считают благим делом. На этот раз, кроме предметов первой необходимости, подготовили и новогодние сюрпризы. Мы предлагаем, допустим, вещи необходимые, которые детям. Там где-то курточки, кофточки, обувь. В этой акции вообще Шамир Усубович инициативу свою взял в свои руки и как бы сделал подарки новогодние детям. Конфеты, сладости. Акция «Добрый югорчанин» работает второй год и уже обрела большую известность. Все эти вещи собрали только в Нижневартовске. Не менее добрые и щедрые югорчане живут и на других территориях. Подарки коренным жителям развезут еще до Нового года. А накануне Рождества организаторы акции проведут большой праздник. Своих подопечных они соберут на базе Югра под Мегионом. Здесь развернутся гуляния с елкой, хороводом, северными оленями и Дедом Морозом. Алексей Шабанов, Рамиль Хайрули. Телерадио компания Югра. Нижневартовск.